Абаканская ТЭЦ по итогам 2022 года установила новый рекорд выработки электроэнергии, выдав в единую сеть более 2 миллиардов 650 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это на полмиллиарда киловатт-часов больше, чем годом ранее. Главным фактором увеличения производства энергии стала аномально низкая водность на водохранилищах Енисейского каскада. Наибольшие объемы выработки Абаканская ТЭЦ пришлись на январь, июль и декабрь 2022 года. Высокая востребованность электрических мощностей Абаканская ТЭЦ пока сохраняется. Четвертый этаж слева от балкона, две панели, вот эти стоящие, вот это по периметру у них потери вот прямо. В Красноярске специалисты теплосбытового подразделения проверяют дома на предмет утечек тепла. Специалист организации «Энергосервис» Вадим Рябинкин проводит осмотры домов с тепловизором. Светлые – это тепловые потери, которые у вас с квартиры выходят наружу. По итогам работы каждый дом получит заключения и рекомендации. Для жителей и управляющей компании это будет хорошим подспорьем для разработки энергосберегающих мероприятий для каждого дома. То есть каждый случай, он индивидуальный, нужно подходить индивидуально. Ясно, понятно, что присутствуют тепловые потери через межпанельные швы, через отсутствие на ближайшее утепление трубопроводов в подвалах. Но, тем не менее, ситуацию нужно смотреть расширенно, включая туда и приборы учета, и непосредственно проблемы, существующие там в какой-то определенной квартире, и ситуация в целом. На том Юсинской ГРЭС близится к завершению строительства градирни номер один. Готовый каркас башни на сегодняшний день обшит на 80%. Работы продолжаются на последнем, восьмом ярусе, а на остальных семи ярусах монтажники-высотники доделывают углы, которые соединяют основные полотна, элементы обшивки, образуя замкнутое кольцо. На второй градирни идут работы по армированию фундамента башни и последующее его бетонирование. С высоты уже четко видно основание, идеальный круг диаметром 70 метров. Его образуют 16 бетонных элементов, на которые затем будет крепиться каркас башни. Глава новосибирского филиала СГК Андрей Апложкин и директор новосибирской ТЭЦ-5 Олег Зыков приняли на теплоэлектростанции членов Общественного совета при Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области. После экскурсии представители общественности задали вопросы. Главным образом об экологичности работы станций и тарифах. Опять возникло вопрос. А зачем еще? В банке, да? То есть ты скажешь, конечно, хотим экологию, но мы не хотим, чтобы тариф рос. В ближайшей перспективе СГК вложит в экологические проекты на новосибирских ТЭЦ 1,7 миллиарда рублей. В газификацию растопки котлов, строительство систем гидрозолоудаления и модернизацию дымовых труб. Об этом рассказал гостям Андрей Апложкин. Потому что есть идея в рамках ДТП, но давай производить реконструкцию, в том числе и дымовую трубу поставить. Спасибо.